В акватории Волги напротив кинотеатра «Звезда» прошло одно из завершающих сезон первенства области по гребле на байдарках и каноэ. В столицу Верхневожья на эти старты приехало около 180 спортсменов в возрасте до 18 лет. К радости грибцов и болельщиков в дни состязаний установилась солнечная погода с небольшим ветерком. Два дня подряд выявлялись лидеры в одиночках и двойках на дистанциях 200, 500 и 1000 метров. То, что спортсмен выступал не во всех гонках, а только в двух дисциплинах, давал это дополнительный стимул. В том числе такой. Выиграть награду региональной пробы вполне могли те, кто давно о ней мечтал, но боялся лидеров, не мог справиться с психологической неуверенностью. А здесь претенденты на медаль получали, можно сказать, все карты в руки. Плюс ко всему, главные герои юношеской сборной Тверской области на момент соревнований отсутствовали. Сильнейшие грибцы в это время мерялись силами с конкурентами со всей страны на национальном чемпионате в Краснодаре. Причем Антон Бельской, Екатерина Медведева, Марина Мостовенко и другие попали в Краснодар сразу после удачного выступления в Воронеже на первенстве страны. Если судить соревнования, как прошли в Воронеже, то из 59 школ, которые проводила Россия сейчас, Тверская область школа, наша школа, заняла первое место. Стал экипаж в составе Белошевич Артур, Белошевич Артем, город Вышний Волочок. С отрывом от второго места 200 очков. У нас 931 очко, а у второго места было 700 очков. Ну, в основном, что можно сказать, что ребята выступали хорошо, старались, стремились, значит, конечно, порядок был, дисциплина, без этого нельзя. Сейчас они вот приехали как раз выступать здесь. Одними из героев, как в Воронеже, так и в Твери, традиционно стали вышневолодские байдарочники, братья Артем и Артур Милошевичи. Завоевав на российских стартах золото и два серебра, Милошевичи дали фору соперникам и на региональных состязаниях. В этот раз в активе Волочан оказалось две награды высшей пробы в двойке на 500 и 1000 метров. В копилку Вышнего Волочка также добавило два золота Александра Никитина. Одним из триумфаторов регионального первенства стал тверетянин Александр Угольников. Вместе с Виктором Шахановым Саша занял первое место на дистанции 200 метров в байдарке двойки, а затем лидировал в заезде одиночек на 1000 метров. Саша говорит, что на воду его тянет душа, но гоняется Угольников не только ради своего удовольствия, у него амбициозные цели. Сборную России ставлю перед собой. Как бы уже призвали на просмотровой, буду там уже стараться стремиться выше, показать себя. У многих юных грибцов Верхневожья появилась еще большая жажда спортивных достижений, благодаря успеху тверетян на Лондонской Олимпиаде. Так считает и Александр Алексеевич Сергеев, заслуженный тренер страны, отец многократной победительницы и призерки российских и международных стартов Анастасии Сергеевой. Конечно пойдет. Сейчас, правда, надо сказать, что не очень хороший набор идет, потому что все же наш вид интересный, красивый, хороший, но тяжелый. И дети идут. Ну, вот раньше, в мои молодые годы, когда я работал, набор был легче сделать, было. Так что больше шло народу. Вот. И сейчас, конечно, очень хорошо снабжают спортсменов высших разрядов, членов сборной России, а вот местные, которые здесь проживают, они хуже снабжаются, чем раньше снабжались. Потому что деньги все стараются отдать спортсменам, которые выступают на высшестоящих соревнованиях.